Конечно, про любовь, про любовь и только про любовь. Пьеса, чем она тебя цепляет? Про любовь. Он – молодой парень по имени Пабло. Чем-то схож с Маугли. Живет вдали от людей, привык делать то, что считает нужным. Она – мягкая и женственная Марга, учительница. Герои – полные противоположности, но разве это преграда для любви? Чувства заставляют молодых людей пройти тернистый путь. Сзади меня одна из испанских улочек есть и горы. Это декорации к новому спектаклю. К примеру, дикаря покажут к 23 и 24 марта, а пока репетиции полным ходом. Пьеса дикарь испанского драматурга Алехандро Кассона лежала в столе почти 30 лет. До какого-то определенного момента она была просто забыта мной, если честно. А тут же наступил какой-то момент, вот буквально какое-то время назад, когда мы начали о ней говорить, думать. И все, и просто сомнений не возникло, что именно сейчас нам хочется проявить именно этот материал. Такого спектакля у нас еще, ну, на мой взгляд, пока еще не было. Но он уже вот есть. Я хотел бы как можно скорее увидеть нашего молодого дикаря. Научный интерес. Все правильно, Сенечка. Только не лепить к нему, хорошо? И к ней не лепить посерединочка. Какая-то такая-то 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 такая. Научный интерес. Сейчас исключительно счастливый случай. Книга с аргументом дикаря произведет сенсацию. Смесь ярких, сумасшедших, непредсказуемых характеров. Каждый актер узнает себя с новой стороны. Он простой человек. Максимально простой. Правдивый, чистый и никогда не лукавит. Он обычный. Людям, наверное, непонятно, почему он такой. Но для него это максимально привычная жизнь. Его так воспитали. Для него это нормально. И если человек хороший, я думаю, он не будет назвать его просто животным. Примет это и попробует взаимодействовать именно так. Как и сам Пабло. Он не дикарь. Марго – это часть меня, которую я давно ищу. Потому что все наши роли, все, которые мы играем, это все наши какие-то части характера с приходом весны, как и в пьесе. Я начинаю открывать в себе эту Марго. Эту нежную. В балансе с мужчиной. Меня что заинтересовало, кроме любовных их взаимоотношений, Пабло и Марго, это Пабло как дикарь, как человек, который не учился в школе, который познает эту жизнь здесь и сейчас от природы. Он рассказывает ей, что такое жизнь, что такое смерть через то, что мы видим, через гром, через, то есть у него там есть его единственный друг, это животное косуля, то есть она умерла, и он просто поделился с ней своими чувствами. Условности, ограничения, недоверия друг к другу обрекают человека на одиночество. Но стоит открыть свое сердце, и жизнь начнет удивлять. Здесь пьеса специфична еще тем, что вот где-то у каких-то авторов оно где-то скрыто, где-то надо это выковырять, а здесь только за автором, только успей. Любовь не простая штука, она приходит по-любому. Готовы ли мы, люди, принять это чувство и этот поток? Слово «любовь» я не имею в виду только какие-то отношенческие вещи, да, мужчина-женщина, отношения и все остальное. Если любовью не пронизано любое произведение, какое-нибудь маломальское, даже там, я не знаю, там, колобок, там же тоже везде есть любовь. Главное найти этот угол зрения и дальше его открыть на все это сценическое пространство, для того, чтобы оттуда тоже пошло. Премьера уже на этих выходных. 23 и 24 марта в 17.00. Спектакль «Дикарь». Приглашаем! Субтитры создавал DimaTorzok